Дорога есть, но детям идти негде. Получается, мы ребенка со школы забираем и отвозим. По такой отработанной схеме Марина живет уже несколько лет. Сына третьеклассника возит в школу на машине, либо отводит за руку. А вот сотни других детей ежедневно играют со смертью, отправляя за знаниями. Путь в школу проходит через дамбу. Дорога есть, тротуаров нет. Дорогу у нас сделали, но обочины нет. Детям ходить негде. Вон идет мальчик, сами видите, как он сейчас идет. То есть дети идут по дороге. Здесь нужно сделать пешеходную дорожку, я считаю, как-то оградить от дороги детей в любом случае. Либо расширить дорогу, потому что дорога узкая. В зимний период сейчас будет проезжать только один автобус. Жители поселка Октябрьский неоднократно обращались к чиновникам, чтобы обратить внимание на опасную дорогу. Но пока тщетно. Людям говорят, есть же автобус, который доставляет детей до образовательного учреждения. Нам на этот автобус идти очень далеко на эту остановку. Проще нам довезти самого ребенка до школы. Есть и очень рано автобус. То есть в 7 утра уже дети должны стоять на остановке. Обратно детей тоже доводят. Довозят до школы. Все так же на автобусе. Со школы, да. Довозят. Если у ребенка 4 урока, то 5 урок он сидит просто в классе, потому что автобус в определенное время идет после 5 урока. Мы в свою очередь решили отправить запрос в мэрию, чтобы узнать, планируется ли расширение дороги, чтобы пешеходы и в частности дети чувствовали себя в безопасности. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.